Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий и сегодня очередное видео про бизнес. В первом видео я говорил, что действительно бизнес это лучшие инвестиции и самый короткий путь для того, чтобы заработать большие деньги. Во втором видео я рассказывал, как начать бизнес без денег абсолютно. И там какие-то общие принципы того, как начать бизнес без денег. То есть это можно было взять кредит, можно сказать без денег, можно взять товар на реализацию, можно взять предоплату с покупателя. Самый лучший эффект получается, когда все это комбинируется. Мы и берем товар на реализацию и одновременно предоплату с покупателя, когда у нас получаются деньги в запасе еще. Но где взять идею для бизнеса, я говорил, что там есть масса вариантов, надо смотреть, надо искать такие идеи. И сегодня я расскажу, как я начинал свой бизнес и возможно это подтолкнет кого-то из вас к каким-то действиям. Итак, в самом начале 90-х годов уже Горбачев объявил перестройку. Уже Горбачев, значит, там закон уже действовал больше года о кооперативах, о том, что можно создавать бизнес людям. Но я в это время работал в НИИ еще и строил квартиру. И я не мог уйти оттуда, хотя мне очень хотелось, но квартира была не достроена. А квартиру тогда можно было не купить. Купить нельзя было квартиру, не было частной собственности на жилье. Можно было только получить от института. И я был привязан, мы строили квартиру своими руками, но тем не менее от института. И после того, как квартира только была построена, мы решили создать бизнес. И там была небольшая история, о которой сейчас не буду рассказывать, как я попал в бизнес, как мне организовал бизнес. Но получилось так случайно, меня просто вытолкнули в это дело. Вот, и вот, создано предприятие, сидим мы и думаем, что же делать, чем заниматься. И все в это время уже занимались торговлей. В основном это киоски были мелкие, уже открыты, вот эти, если кто помнит. И торговали там всякой ерундой. Вот, кто-то торговал на рынке. У меня тоже был опыт работы на рынке. И у меня это хорошо получалось, конечно же. И вопрос стоял только в том, чем торговать. И вот мы думали, так, торговать продуктами. Да, и кто-то торговал оптом уже на базе. Потому что, ну, на базе была такая схема. И если торговать вот по мелочам на рынке, то это берешь свои деньги, покупаешь на оптовой базе, торгуешь на рынке. Вот, 30% наценка. Вот, если оптом, то люди брали где-то на складах, на крупных складах, везли сюда. Наценка была 10%. Они брали кредит. Вот, эти работали на кредите, потому что денег не было ни у кого. И тоже за счет больших оборотов зарабатывали какие-то деньги. Там риски огромные. Потому что есть риск товар потерять. Ну, и тогда бандиты были кругом. Вот. То есть вопрос стоял, чем торговать. И вот мы сидим, думаем, так, торговать продуктами. И это будет, там, куча списаний, куча порчи всякой, там, срок годности, что-то какие-то, не очень хочется. Махинации какие-то. Ну, обман это, естественно. Вот. То есть нас поставщики могут обмануть, там, лежалый товар подсунуть и так далее. Вот. Не хочется. Да еще и СС всякий. Не хочется. Вот. Потом мы думали торговать носками. Носки всегда нужны. Такой товар вообще, крестьяне, как бы. Вот. Ну, что-то как-то, честно говоря, мне что-то вот не очень. И пришла мне в голову такая мысль. Я подумал, что мы переживаем самый крупный, даже не в мире, я бы сказал, в истории, передел собственности. Тогда это была объявлена приватизация. Только-только она еще вот, даже еще не началась. То есть там уже был Чубайс, и он объявил приватизацию. И сказали, что все вот раз государственное, там, все будет народным, значит, там акции выпускаются. Ну, вы знаете, что акции, и все это мне достаточно близко и интересно. И я понимаю, что вот этот вот передел собственности, это огромный переток капитала. Просто глобальнейший в истории буквально человечества. Потому что, ну, нигде такого не было, чтобы страна из социализма, из полностью государственной собственности, значит, большая часть собственности, как тогда, по крайней мере, декларировалась, переходила в частные руки. То есть я говорю, ребята, это огромный переток активов. И на этом точно совершенно можно будет как-то заработать. Как, я еще не знал. И я сказал, ребята, вот это вот огромный поток активов, который наверняка можно конвертировать в денежный поток. И вот именно этим и надо заниматься будет. И, ну, там подвернулся случай. Я когда работал до этого, ну, я в частный бизнес ушел все-таки. Вот, это была страховая компания. Я был там, устроился коммерческим директором, вот, по управлению финансами, потому что мне это близко. Вот, но страховая компания была нулевая, значит, финансов не было вообще. И, соответственно, заниматься было нечем. Ну, там я прошел курсы при Минфине какие-то по финансовой грамотности, не финансовой грамотности, по торговле ценными бумагами. И однажды страховая компания дала мне задание, там, переоформить место на бирже брокерская. Я ездил туда, и в очереди на переоформление я сидел с каким-то мужиком. Мужик, ну, разговорились просто. Он говорит, а чем ты хочешь заниматься, а чем ты занимаешься? Я говорю, да, в общем-то, ничем. Ищу область применения. И он мне сказал, что, слушай, а ты не хочешь заняться вот приватизацией всякой вот этим? Я говорю, да, хочу, конечно. Он говорит, ну, мы как раз тут сейчас организуем инвестиционный фонд, Московская недвижимость будет называться. И, то есть, я бы с удовольствием тебе предложил заниматься распространением наших ценных бумаг. Я говорю, да, хорошо. Только она еще не зарегистрирована. Как только будет зарегистрирована, ты обращайся ко мне. Вот, что он сказал мне. И я говорю, да, пожалуйста. И он мне дал визитку свою. Вот. Ну, это просто такая случайность, которая, вы понимаете, что она не случайна. Вот. И когда вот мы решали, что делать, я сказал, что надо заниматься как-то вот приватизацией. И после того, как мы приняли решение, что мы будем заниматься этим, то, в общем, через некоторое время я смотрю, на телевизоре появляется реклама Московской недвижимости. То есть, я набираю номер этого человека, это оказался председатель этого Московской недвижимости, самый главный там. Вот. И он говорит, да, приезжай. А денег нет. То есть, что я могу сказать? Я приезжаю туда, он, там уже деятельность какая-то идет такая, ну, к нему еще в кабинет можно зайти, там, все нормально. Я прихожу к нему, говорю, вот так и так. Помните, мы с вами разговаривали? Он говорит, да, помню, прекрасно, да, давай. Заключим договор. Мы заключаем договор с ним на распространение его ценных бумаг. Это тогда были сертификаты. Но он мне говорит, слушай, ну, сами сертификаты я тебе не могу дать на руки. Ты пока собирай заявки там, с заявками приезжаешь, получаешь, значит, там под заявки под эти, то есть, собирай ваучеры чисто на обещание, то есть, предоплату ваучером бери, а приезжай к нам. И я говорю ему, нет, так не пойдет, потому что, ну, как-то не очень хорошо. Я готов даже вот свои деньги отдать. И я помню все свои сбережения, которые у меня были, это было там, по-моему, 100, там, что-то с чем-то дойч марки, там, что-то 50 долларов. Я говорю, я готов залог оставить, только дайте мне. Он такой, ну, к нам еще так никто не это самое, не обращался. Ну, давай, дадим тебе прямо на руки, то есть, если ты готов свои деньги вложить, то да. И, значит, дал мне какое-то количество этих сертификатов. Мы какую-то рекламу, значит, дали там, малюсенькую строчечку в газетке, что там, московская недвижимость и, значит, такой адрес. Сняли офис, там, как сейчас помню, это в спортзале было. Вот, и на следующий день к нам очередь. Ух! Вот. А дело в том, что реклама была уже. Приватизация, приватизация, вы будете хозяевами, там, компаний по телевизору, там, один ваучер стоит, там, две Волги в среднем, значит, ну, машины Волги. Вот. И, то есть, реклама была огромная, а спрос подогретый такой вообще, спрос нагрет. Люди мечутся с этими ваучерами, не знают, куда их деть. А куда их деть? Некуда деть. Не было таких компаний. То есть, спрос был обеспечен, вот, вообще, так сказать, чубайсами и всей массовой рекламой. А предложения не было. И тут вот мы выходим с таким предложением. Вот где. И к нам сразу выстраивается в очередь. Мы там за два часа эти все сертификаты продаем. Значит, и бегом я снова к нему. Еще ваучеры какие-то собираем, так сказать, предоплату. Значит, еще за сертификатами. И так каждый день буквально. То есть, у нас оборот был каждый день. Денег вложено, ну, совсем ничего. В общем-то, 100 долларов. Вот какие-то. И, ну, мы завозим эти сертификаты. Они тут же продаются. Значит, мы их назад и так далее. Через какое-то время. То есть, я увеличиваю обороты. Сначала мне дали 50 сертификатов. Я привожу 50 ваучеров. Потом 100. Я их реализую. 200. То есть, помните принцип шкатулочки? Наматывается, наматывается, наматывается все. Вот. Потом 200. Я говорю, ну, у меня на два дня хватает вот этих 200. Бери на два дня. Вот. Потом я, значит, продаю, вижу, что уже там остается совсем, чуть-чуть. Я говорю, слушайте, я вот еще не все продал. Ну, может быть, дадите мне, как бы, кредит. Вот. Они дают. И через там месяц или два уже бешеные обороты достаточно. Меня вызывают. Говорят, слушай, там у нас в сейфе валяется твой конверт с этим, так сказать, залогом твоим. Забери ради бога. Мы не знаем, что с ним делать. Просто приезжай и забери. Вот. Короче говоря, я приезжаю, забираю свои деньги. И у меня вот эти вот обороты где-то, ну, там 200-400 этих сертификатов. А люди спрашивают там, гермес, потом еще какие-то, еще что-то спрашивают. И я еду уже в другие организации, то есть тот же гермес, там, то, что требовалось, там, то, что люди хотят. И заключая с ними договора уже без всяких там, без всяких яких, то есть мне уже верят, доверяют. Я говорю, вот у меня есть договор с московской недвижимостью, вот у нас такие обороты, значит, с вами давайте заключим, с вами, с вами, с вами. И так вот у меня все эти вот популярные акции, которые были, они у нас были. И моментально пошел поток, что я могу сказать. Схема бизнеса была придумана в процессе работы буквально. То есть мы начали работать. Конечно, там то, что нам платили фонды, это было как бы небольшие деньги. Но я быстренько сообразил, где там можно прибыль сделать. И я ровно половину прибыли брал себе, ровно половину прибыли отдавал фонду. Ну, они это видели, конечно, прекрасно, но, в общем, их это устраивало, потому что вот если всю прибыль забирать, то да. Вот, поэтому здесь какие советы? Во-первых, смотрите, где финансовые потоки крупные, ищите их. И у меня была такая фраза, я говорю, ребята, смотрите, вот это вот финансовый поток, и вот мы наблюдаем, мы как бы сидим на берегу реки, или там вот труба огромная, и по этой трубе идут бешеные деньги, бешеные деньги. И если в этой трубе проковырять маленькую дырочку с кружечкой, то в эту кружечку что-то не течет. Я говорю, если дырочку побольше, то с ведром уже можно подходить. Но если совсем большую дырочку, то уже можно, так сказать, там из цистерны, конечно, но за это могут застрелить. Но тогда легко могли застрелить, поэтому здесь надо не переусердствовать. Потому что жизни всего важнее все-таки. А тогда жизнь ничего не стоила, к сожалению. Это было страшное время, конечно. И постоянно на руках у нас были деньги, на которые можно было купить практически две квартиры. Постоянно. Причем деньги тогда в банках не было, они практически не работали. Это все было наличные деньги. Постоянно на руках у меня деньги на две квартиры. Ну, представьте себе, что у вас сейчас постоянно вот в кармане лежит, сколько сейчас, две квартиры? Ну, примерно 5-6 миллионов рублей. Представьте, да? И вот вы с ними постоянно ходите, и об этом знают по крайней мере 10 человек. Уютно вы себя будете чувствовать? Каждый день. В метро, в машине. Ну, это было страшное время. Не хочу говорить, да. Ну, с пистолетом приходилось ходить. Иногда с охраной. Было страшно, правда. И когда все это рухнуло, то было понятно, что приватизация это ненадолго. Но вот эта идея, всего лишь одна простая идея, мы работали день и ночь. И у нас был не один пункт. Потом мы, значит, через некоторое время мы решили, а почему бы нам не открыть еще один пункт, скажем, в соседнем городе, в Протвино. И там были знакомые, мы открыли Протвино. Потом мы открыли в Пущино такой же пункт. Потом мы открыли в Серпухове такой же пункт. Потом мы открыли в Смоленской области еще один пункт. Потом открыли в Брянске, потом его закрыли, потому что там человек оказался нечестный. Потом в Вязьме был пункт у нас, потом в Олексине был пункт, который прекрасно работал. То есть у нас было по всему вот этому региону нашему 14 пунктов открыто, которые прекрасно работали. И мы два раза в неделю ездили, собирали ваучеры с этих пунктов и по ночам готовили отчеты перед фондами, а потом ехали и отчитывались. Два раза в неделю тоже в разные формы фонды мы отчитывались. То есть сдавали туда ваучеры, брали сертификаты и без конца оформляли все это. То есть бешеный поток, мы на него сели и заработали деньги. Посмотрите. Первое. Ищем где деньги. Денежный поток. Второе. Ищем бизнес схему, как на этом заработать. Третье. Берем товар на реализацию, не вкладывая свои деньги. Предоплату мы не брали с людей, мы брали товар на реализацию. То есть вот те самые принципы, не вкладывая своих денег. И через полгода этой работы мы уже полетели в Париж покупать машину. У нас тогда еще не было машин. Первая мечта это была машина. Ну, квартиры у нас какие-то уже были. То есть через полгода вот этой деятельности мы берем билеты в Париж, улетаем, пригоняем оттуда машины. Тогда машины гоняли из-за границы. Еще через год мы снова в Париж уже меняем машины туда же. Еще там через год или два мы полетели в Испанию покупать уже квартиру в Испании. Вот так идея бизнеса и хорошая идея бизнеса позволила нам очень быстро взлететь в деньгах. Но потом, вы знаете, фондовый рынок этот накрылся в один прекрасный день. Буквально в один день рухнули билеты МММ и приватизация закончилась. И все это рухнуло в 150 раз. И все это у нас накрылось. После этого мы долго думали тоже. И я решил заниматься производством. Но это уже другая история. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Надеюсь, это видео было полезно. Смотрите мои видео. Подпишитесь обязательно на мой канал. И до встречи.